Влезли в долги и кредиты. Жители Красной Катки пытаются своими силами восстановить дома после урагана. Вражал убить мать и ребенка. Молодая женщина возвращалась из детского сада. В руках у нее был ребенок. В этот момент неожиданно к ней подбежал бывший муж и стал угрожать. Новые подробности из зала суда. Полицейская сводка. Предприимчивые нижнекамцы украли телефоны и дорогие духи. Останки мамонта в нижней уродьме. Кроме этих костей торчали также и другие кости, но не стал их вытаскивать, боялся, что поврежу. Мнение и предположения экспертов. Сразу бы хотелось предупредить население, чтобы не трясли этими костями. Кто еще обитал в древние времена на нижнекамской земле? Юные, красивые, а главное умные. Мой журавлик знакомый, небе делает круто. Он впервые из дома улетает на юг. На Бызово 6 выбрали мини-мисс. Нижнекамцы рассуждают о семейном счастье. Они, наверное, должны любить друг друга. Это, наверное, самое первое. В городе отметили День семьи, любви и верности. Об этом и не только мы расскажем в итоговом выпуске новостей. В студии для вас работаю я, Алсу Юматова. Здравствуйте. Угрожал смертью сожительницы и ребенку. В городском суде прошло очередное слушание дела об угрозе убийством. Подробности расскажет Аделия Сатарова. Вся история началась недалеко отсюда. Молодая женщина возвращалась из детского сада. В руках у нее был ребенок. В этот момент неожиданно к ней подбежал бывший муж и стал угрожать, приставив нож и пистолет. Удивительно, что об этом происшествии никто не знает. Хотя в это время здесь многолюдно. Многие возвращаются из детского сада или просто прогуливаются во дворе. Слышали что-нибудь об этой истории? Нет. Не знаю. И вообще никто вам ничего не рассказывал, не говорил? Я не слышал. Я только в санаторий приехал, я не видел. Нет, вообще не слышали. Вот только вас увидели, что случилось и все. Мужчину задержали практически сразу. Он был в состоянии алкогольного опьянения. При себе он имел кухонный нож и пневматический пистолет. Со слов потерпевшей ее бывший сожитель не давал ей прохода. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сейчас по этому делу ведется судебное разбирательство. Все учатся в совершении преступлений предусмотрены в пункте «МВ» ч. 3 ст. 126, в ч. 1 ст. 119, в пункте «МВ» ч. 2 ст. 111, в главном пункте «Российской федерации» объявляется продолженным. Узгляд новые аспекты этого дела нам так и не удалось. Нашу съемочную группу попросили удалиться из зала суда. Однако мы продолжим следить за развитием событий. Аделия Сатарова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Сразу две кражи произошли в Нижнекамске. В первом случае нечистые на руку позарились на дорогой парфюм. Подозреваемых хищений зафиксировала камера видеонаблюдения магазина. Второй инцидент случился в гипермаркете «Лента». В одном из павильонов украли два мобильных телефона. Человека, которого вы видите сейчас на экране, возможно, человек и причастен к этой краже. Всем, кто обладает информацией о личности этих людей, и просьба позвонить в полицию по телефону 49-2502. Анонимность и вознаграждение гарантируются. До 1 октября люди, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие инвалидность, должны написать заявление на получение так называемого соцпакета. Проблемы пациентов, которые не спешат приобретать соцпакет, существуют до сих пор. Правда, как заверили медики, их количество с годами не увеличивается. По неофициальным подсчетам, лишь 3 человека из 10 отказываются от льготных лекарств. Набор социоуслуг стоит 930 рублей примерно, в которые входит как раз-таки это дополнительное обеспечение лекарственного препарата. Но если человек заболел сильными, сложными заболеваниями, то ему необходимо срочно какие-то лекарственные препараты дорогостоящие, то они могут получить именно по социальному пакету эти все лекарственные препараты дорогостоящие бесплатно. Наша телекомпания и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь тяжелобольным детям республики. На прошлой неделе вы помогли Максиму Егорову. Спасибо. Мальчик сможет пройти необходимое лечение. На этой неделе история 13-летнего казанца Азамата Нагманова. У него двухсторонняя тугоухость. Нужны слуховые аппараты. Вот так дуэтом с мамой Азамат Нагманов поет песни своего кумира Виктора Цоя. Каждый день он перебирает струны и учит новые мелодии. Но звуки доносятся до мальчика словно издалека. У ребенка двусторонняя сенсеневральная тугоухость. Поэтому, как и Бетховен, музыку он чувствует больше интуитивно сердцем. А вот с мечтой о восточных единоборствах пришлось попрощаться. Я кратой занимался, потому что галом не оборел. Потом сказали, что нельзя будет ходить больше. Я бросил. Занимался бассейном. Но я так-то на следующий год тоже планирую бассейном заниматься. Мама замечала, что у ребенка проблемы со слухом с детства. Азамат не сразу откликался на обращение. Тогда все списали на невнимательность. А в пятом классе мальчик сказал, учителя в школе говорят тихо. Были проблемы с русским языком, особенно с диктантами. Провели обследование, в больнице поставили диагноз и посоветовали слуховые аппараты. После того, как Азамат их примерил, снимать уже не захотел. Когда он померил эти слуховые аппараты, первое, что он сказал, это птички поют за окном. То есть такие вещи, на которые я, может быть, и не обращала внимания, он сразу отметил. Ну, и вообще, я не знаю, даже обалдел, наверное, от тех посторонних звуков, которые есть вокруг. Шорох в коридоре, там, я не знаю, телефонные звонки где-то в соседнем кабинете. После этого он сам загорелся, ему захотелось. Состояние ребенка осложняется еще и сосудистой недостаточностью. У Азамата часто болит голова, случаются приступы. Но он ведет себя мужественно, говорит, что абсолютно здоров. Здесь хранятся у меня любимые книги. У этой книги очень интересный сюжет, мне очень сильно эта книга понравилась. Там про трех сталкеров. Мальчик любит читать, и как в сюжете сталкера, страница за страницей он погружается в другой мир. Но рано или поздно нужно вернуться в реальность приглушенных звуков. Мама рассказала, что сын хочет стать музыкантом. Он мечтает съездить в Санкт-Петербург, чтобы побывать на могиле Цоя. Однако, чтобы самому сочинять мелодии, нужно хорошо слышать и слушать. Слуховые аппараты стоят 175 тысяч рублей. Азамата воспитывает только мама, учитель, и таких денег в семье нет. Помочь ребенку стать известным гитаристом можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Пострадавшие от урагана в Красной Катке 10 дней назад до сих пор не получили компенсации. Не дожидаясь помощи, многие начали самостоятельно восстанавливать свои дома. Но такая возможность есть не у всех. Как выяснилось, некоторые и вовсе не знали о том, что им полагается помощь. Айгулья Блонская побывала в Красной Катке. Есть слово. Мы еще даже не успели заехать в деревню, но уже видны последствия того жуткого урагана. Крыши домов не то чтобы разрушены, их просто нет. Сейчас тишину в Красной Катке прерывают лишь звуки рабочих инструментов. Ураган, пронесшийся здесь больше недели назад, разворотил пол деревни. Люди, несмотря на шок, потихоньку начали восстанавливать разрушенные дома. После урагана на второй день уже целая ночь дождь был, сильный дождь. И мы кое-как остались сами живы, как бы сказать. И стены сейчас у нас теперь все мокрые. Вот эти ковры, все диваны, потолки, они все уже, даже грибы выросли на стенах. У этой семьи тоже ураган полностью снес крыши дома и сарая. Но они дождя уже не боятся, поскольку крышу практически закрыли. Все своими силами. Заняли денег, а еще взяли кругленькую сумму в банке. Тысяча, наверное, 250 уже ушло, потому что все берем в долг. Крыша протекает. На второй день после урагана 10 часов собрали воду со второго этажа, чтобы на первый этаж вода не попала, чтобы обои не испортились. Вот 10 часов, 6 человек. Ведер, наверное, 150 улам давить, 150 собрали. Это вот честное слово, я не вру. А вот Гарифули нам повезло меньше. После разгула стихии им временно пришлось переехать к родителям, поскольку денег на ремонт крыши у семьи нет, да и занять не у кого. Помимо дома ураган полностью уничтожил и гараж. Я в школе работаю, у меня двое детей. Сами знаете, какая зарплата. Не знаю, вот кредит, наверное, брать. Погиб у семьи будущий урожай. О чем говорить, если с корнями вырывало деревья? Сейчас столетний тополь. Местные жители используют на дрова. Разрушенные дома – это еще полбеды. От страшного урагана тогда погибла 56-летняя учительница. Шиферб упал ей прямо на голову. Серьезно пострадала и 80-летняя бабушка. На нее упал потолок. Ураган с ветером. Все развалило. Вот эти кирпичи. И потолок купал. И вот сюда, на пол. Бабушку несколько дней назад выписали из больницы. Самочувствие ее неважное. Она практически не встает. За ней по очереди ухаживают сын и дочь. На лечениях и кихих от Иповой обещали выделить 30 тысяч рублей. В семье погибшей учительницы – 100 тысяч. Финансовую помощь должны были оказать всем, у кого разрушились дома. Сумма выплат в зависимости от ущерба – от 5 до 30 тысяч рублей. Но пока этих денег никто не получил. В общей сложности в селе Красная Катка пострадало 68 жилых домов. Из них конкретно 5 домов остались вообще без кровли. Около 30 домов остались без кровли металлической. То есть остались стропила. И остальные где-то 20 домов унесло частично там черепицу, кровлю, шифер. Официально к нам пришла ведомость до 15 тысяч. Но, видать, возможности у района только такие, потому что очень много пострадало. Сегодня уже мы собираем у людей все счета. И на эти счета переправляем деньги. Деньги пришли к нам в бюджет поселения. А уже мы от бюджета поселения поадресно на каждый счет определяем у них счета. Выявляем их счета. И постепенно, вот уже сегодня, мы уже перечисляем где-то около 15 адресатам. А остальные будут завтра. Конечно же, 15 тысяч не хватит на ремонт крыши дома. Но будем надеяться, что в беде жителям поможет республика. Исполком города уже отправил все необходимые документы в Казань. Айгуль Леблонска, Ринат Харасов. Новости НТР. Из водителей в археологии. Во время рыбалки в Нижней Уразме нижний камец Ильшат Хузиев совершенно случайно наткнулся на останки неизвестного животного. Целое расследование провел сегодня мой коллега Александр Акишин. Обычный Ильшат привозит с рыбалки окуней до карасей. Но таким уловом может похвастаться впервые. Эту находку он сделал в Нижней Уразме. И вот как все было. Место глубоко нашел. Спустился в овраг к речке. Осмотрелся, увидел торчащую кость. Это метр примерно под землей торчащую. В том, что эти кости не принадлежат корове, а имеют археологическую ценность, Ильшат не сомневается. Но чьи же это останки, гадают уже неделю. При этом таких экспонатов в Нижней Уразме немало. Кроме этих костей торчали также и другие кости. Но не стал их вытаскивать. Боялся, что поврежу. И решил сообщить это компетентным органам, которые занимаются раскопками. Кому же все-таки принадлежат найденные кости? Большой корове или все-таки мамонту? Найти ответ самостоятельно мы так и не смогли. Остается надеяться, что помогут нам в городском музее. Показываем фотографии останков специалистам. Но определить сходу, кому они принадлежат, не смогли и здесь. В древние времена на нашей земле жили и мамонты, и даже мастодонты. Нужна биологическая экспертиза, которую в Нижнекамске не делают. Да и в самом музее таких костей уже на целую экспозицию. Плюс ими буквально завалена целая комната в подвале. Дальше больше. Оказалось, что подобные находки для начинающих археологов могут стать еще и смертельными. Мне сразу бы хотелось предупредить население, чтобы не трясли этими костями, гулыми руками их не брали. Почему? Потому что те животные, которые умерли 100-200 тысяч лет назад, даже те, которые умерли пускай 5000 лет назад, болели различными болезнями, которые врачи на сегодняшний день даже и не знают. Можно заболеть, можно заразиться. И врачи вам не поставят диагноз, вы просто будете тихо умирать от неизвестной болезни. Но Ильшату, по словам специалистов, бояться не стоит. С момента находки прошло более недели, а это, скорее всего, значит, что никакой болезнью он не заразится. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Гость оттуда, где пишут законы, приехал сегодня к ребятам, отдыхающим в лагере «Олимпиец». Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Виктор Пешков сумел в рамках парламентского часа перевести классическую схему общения. Вопрос-ответ в категорию дружеской беседы. Еще до начала встречи с олимпийцами Виктор Пешков рассказал, что подобный формат общения для него наиболее интересен. Ведь вопросы подрастающего поколения, в отличие от взрослых, всегда нацелены на будущее. Любопытно, но один вопрос он слышит все чаще и чаще. В последнее время я обратил внимание, что больше появилось вопросов, а как становятся политиками, а как становятся парламентариями. То есть, видимо, вот эта профессия завоевывает свое место в жизни. И многие люди, когда перед ними приближается выбор, куда отправиться и как определить свою жизнь, задумаются, а не склониться ли в эту сторону. Улыбка в усы, демократичные джинсы и шутка с первых секунд общения сразу расположили к себе юных спортсменов. Пока одни рассматривали удостоверение депутата, другим не терпелось задать свой вопрос. Изменилась ли сейчас система управления или она осталась прежней? Система управления? Да, государственная. И если она изменилась, то где вам больше нравилось работать? В 90-е или сейчас? К сожалению, в 90-е годы, о которых вы сказали, в систему управления пришло очень много людей, подготовленных к управлению на уровне второклассников. Вот это очень тяжелая проблема, отчего жизненный уровень в стране значительно упал, потому что качество управления низкое. Вот сейчас это выправляется ситуация. И должен вам сказать, что в республике Татарстан я бывал практически во всех регионах по поводу своей деятельности, во всех регионах Российской Федерации. И когда я столкнулся с республикой Татарстан, я очень удивился и порадовался тому, что в республике Татарстан уровень управления гораздо выше общероссийского среднестатистического уровня. Уже через полчаса стало ясно, встреча с депутатом не превратилась в скучное собрание. Никто не зевал и не смотрел с тоской на дверь. Вопросы сыпались как из рога изобилия. Какие достоинства у современной молодежи? Как борются с коррупцией в Госдуме? Что делать с увлеченностью молодежи профессиями вне производства и утечкой мозгов за рубеж? Как относится депутат к религии и ЕГЭ? На этом вопросе общение, выстроенное в формат вопрос-ответ, прямо скажем, перешло в дружескую беседу. Сейчас вот эта система ЕГЭ, я ее... Это не значит, что я вам советую тоже ее не понимать. Вы мне задали вопрос, я отвечаю, что она мне не нравится. Я ее не приеду. И я представляю правду... Расходились довольные друг другом депутат, потому что детский парламентский час – это еще одна возможность услышать проблемы подрастающего поколения из первых уст. Дети – потому что познакомились с интересной харизматичной личностью. После парламентского часа дети признались, что политик сумел разрушить в них уже сложившиеся стереотипы о государственных людях, как о бюрократах скучных и зашоренных. Напротив, политик оказался человеком интересным и готовым к общению. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Жительницы Бузова-6 выбрали самую красивую девочку. В конкурс «Мини-Мисс» решили организовать две инициативные нижнекамки. И принять участие в нем могла каждая желающая. Конкурсанткам предстояло рассказать о себе, показать творческий номер и взять интервью. Что из этого получилось, расскажем прямо сейчас. Конкурс «Мини-Мисс двора» был придуман за несколько дней. Две юные жительницы города расклеили объявление в микрорайоне. Убедили родителей помочь финансово. Нам помогали немного родители, давали деньги и мы купили все эти сладости. Подарки есть, а значит будут и победители, решили девочки. В итоге заявки на участие в конкурсе подали шесть человек. Правда, две участницы не смогли прийти и выступили заранее. Просто девочки некоторые заболели и не смогли сюда приехать. И они отправили видео нам. Или вот к одной из них я приходила домой. Это моя троюродная сестренка. И вот, я к ней приходила домой и смотрела. А остальная, другая девочка, она уже прислала мне видео. Остальным же четверым юным дарованиям пришлось состязаться за звание самой красивой. Поскольку опытов проведения таких мероприятий у девочек нет, мы решили им помочь и присоединились к членству в жюри. Мой журавлик знакомый, небе делает круг. Он впервые из дома улетает на юг. Девочки читали стихи и пели песни. Жюри задают вопросы. Ведь, как заявили в самом начале организаторы конкурса, в жизни главное ум, а не красота. Почему ты все-таки выбрала это стихотворение? Потому что когда была война, хлеба мало было. И не было нечем питаться. А когда был хлеб, все было нормально. То есть ты приурочила стихотворение в твоих 70-летию со дня победы, правильно? Молодец. Правда, станцевать так никто и не решился. Следующий этап – интервью у членов жюри. На этот раз мы решили помочь уже конкурсанткам. Кто написал «Герой нашего времени»? Пушкин. Вот домой придешь, посмотришь, ладно? Правильный ответ. Тебе кто-нибудь нравится из мальчиков? Конечно. Каждой девочке нравится какому-нибудь мальчику. Ну расскажи о нем. Ну, это просто мальчик. Я не могу сказать. Это секрет? Да. Мы не будем на весь город рассказывать? Нет. Вот так члены жюри превратились в испытуемых. Но ненадолго. Выбор «Мини-мисс» все же за Эрикой и Кристиной. Взрослые наблюдали со стороны с умилением. Ведь дети заняты делом. Молодцы девчонки. Чем бегать, чем-то заниматься. Это, конечно, для них хорошо. Пусть в будущем пригодится. И большее количество баллов набрала Мадина Назирова. Она-то и стала «Мини-мисс двора Бызова-6». И пусть статус у конкурса невысокий, но все же для маленькой девочки. Это пусть даже не большая, но все-таки победа. Награды тем, кто умеет ценить, уважать, любить и не предавать. В рамках празднования Дня любви, семьи и верности самые крепкие пары Нижнекамска отметили вниманием и подарками. Ну а тем, кто только начал семейную жизнь, рассказали, как ее сохранить. Репортаж Адели Сиразовой. День семьи, любви и верности. Праздник сравнительно молодой. В России его начали отмечать с 2008 года. Идея, кстати, принадлежит журналисту из Астраханской области. Молодой человек предложил, а супруга Дмитрия Медведева идею поддержала. И вот что получилось. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радости и печали, которые одни на всех. День семьи, любви и верности еще называют Днем Петра и Февронии. Супружеский союз этой пары считался образцом христианского брака. Быть вместе до глубокой старости мечтает и вот эта молодая пара. Ленар и Гульнас познакомились два года назад. Они души друг друге не чают. Но вопрос, что нужно сделать, чтобы прожить вместе всю жизнь, ответить пока не могут, потому как пожалелись всего 4 месяца назад. Чего не скажешь вот об этой паре. Супруги Закировы – один из самых крепких союзов в Нижнекамске. Вместе они уже 67 лет. Семья ветерана Японской Великой Отечественной войны в праздничный день получила медаль за любовь и верность. Секрет их семейного счастья очень прост. Друг другу удержать нас настоящие друзья. Награды получили еще три союза. Также на праздники чествовали супружеские пары Нижнекамск-Нефтехима. Проживших браки не одно десятилетие. И молодые семьи, которые в этом году отметили ситцевые свадьбы. Символ праздника – ромашка. Все желающие могли своими руками смастерить цветок. Также сотрудники управления ЗАГС в этот день оказывали бесплатную юридическую помощь. Подать заявление, как оформить, скажем так, установление отцовства. Установление, как правило, у нас не афишируется, потому что оно рассматривается через суд. А все, что касается остальных вопросов, мы готовы ответить на любые вопросы. В течение всего праздника в парке нефтехимиков работали различные развлекательные площадки для детей и взрослых. И, конечно, мы не могли не узнать мнение нижнекамцев, в чем же секрет счастливой семейной жизни. Любить друг друга, выступать друг другом. Во всем это, как сказать, взаимопонимание, чтобы вы... Они, наверное, должны любить друг друга, это, наверное, самое первое. Не ругаться каждый раз и, наверное, не ссориться из-за денег. В любви все, больше нет никаких, никакого секрета нет. Только в любви все. Так можно долго прожить, да? Конечно. А больше никак. Так, взаимопонимание, наверное, уважение. Закончить хотелось бы речью с церемонией венчания. В старинном русском обряде помолвки приняли участие будущие супруги Евгений Лоскутов и Анжела Будяшкина. Должна быть семья, как надежный остров. И если ваш остров из прочной породы, из дружбы, любви, сочувствия, ласки, Сумеет он выдержать в синей погоде. Свести он будет, как в доброй сказке. Аделья Сиразова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Сегодня на нашем телеканале выйдет в эфир вторая серия программы «Дорогами памяти». Мы покажем, как нижнекамские поисковики находят погибших солдат в Ярцевском районе Смоленской области. Как поднимают солдаты, что происходит с останками. Корреспонденты НТР постараются перенести вас в гущу событий, которые происходили во время проведения вахты памяти. Это камень, да? Камень протыкается, что ли? Нет. Ой, что такое бывает, я не знаю. О, все, я хвстрел. Не пропустите программу «Дорогами памяти» сегодня в 19.15 на канале НТР. Ну а прямо сейчас новости спорта от Вадима Струминского и прогноз погоды на завтра. Я напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 077 или 41 13 13. Также пишите нам на сайт ntrtv.ru. Спасибо, что были с нами и оставайтесь на канале НТР. Сегодня в новостях спорта. Супер-серия подошла к концу. Футболисты НТХИМИКа провели товарищеский поединок против «Хамаза». Хорошая товарищеская игра. Кто оказался сильнее в матче и как завершилась серия. В Нижнекамске пройдет этап Кубка Привожского федерального округа по пейнтболу. Об этом и не только. Сразу после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok производят чистку и стирку ковров на современном оборудовании. Увезем и привезем ваши ковры бесплатно. Телефон в Нижнекамске 48 90 30. Кредиты пенсионерам со скидкой 10%. Про бизнес банк. 399 333. Что? Черная икра? Прямо из Астрахани? А-а-а! Осетры холодного и горячего копчения? Да! Звоните 8 937 614 75 78 и наслаждайтесь! Только один день. 11 июля. Распродажа соточка. 100 вещей и все по 100 рублей. Сорочки, футболки, детский трикотаж, постельное белье и многое-многое другое. Внимание! Акция! Все халаты по 200 рублей. Распродажа соточка. 11 июля. Дом народного творчества. Площадь Лемаева. 14. С 10 до 19 часов. Девушки и бабушки, летом будьте особенно красивы! Большое поступление летнего ассортимента женской одежды для девушек и бабушек. Торговый центр «Березка», первый этаж, павильон 111. Поговорим о главных спортивных событиях нашего города. В студии для вас работаю я, Вадим Струминский. Здравствуйте. Суперсерия подошла к концу. Накануне футболисты «Нефтехимика» провели товарищеский поединок против игроков Челнинского «КамАЗа». За последний месяц этот матч стал третьим между клубами. Поэтому в Нижнекамске назвали противостояние суперсерии межсезонья. Первая игра завершилась ничью. Игра под номером два осталась за нижнекамцами. А вот кто оказался сильнее в третьем матче и как завершилась серия в целом, узнаете прямо сейчас. Третий матч между старыми знакомыми подводил некий итог межсезонной подготовки. Совсем скоро начнется новый сезон, поэтому у наставников осталось не так много времени, чтобы окончательно подвести команды к старту чемпионатов. Как это было сделано этим летом, челнинцы и нижнекамцы по-соседски помогли друг другу. Посредством череды товарищеских игр оба тренера могли отслеживать как физическое состояние своего коллектива, так и наигрывать новые связки. Хорошая товарищеская игра. Наигрывали то, что мы будем делать 11 июля в Оренбурге. Но осталось только, наверное, поработанное завершением. И будем делать в эти два дня. Про завершение Владимир Клонцак говорил не случайно. Речь идет о реализации моментов. Дело в том, что челнинцы никак не могут забить Нижнекамске. Первую игру команда завершили нулевой ничей. Затем была победа «Нефтехимика» 1-0. Вот и в третьем матче у представителей «Автограда» никак не получалось отличиться. Расколдуем, наверное, батюшку. Я там молу привезем. Я уж так шучу. Нет, надо работать над своим исполнительским мастерством. Есть упражнения. Поэтому будем совершенствоваться. И большая заслуга в этом вратаря Нижнекамцев. Андрей Самохвалов тот вечер поймал кураж. Очень уверенно действовал в рамке, практически не давая шансов нападающим гостей отличиться. Такими действиями своего вратаря главный тренер «Нефтехимика» остался доволен. Я думаю, здесь альтернативы даже другой нет. Это лучшая его игра и лучшая из всех, кто сегодня был на поле. Много ударов парировал, сейлс много отразил. Если же говорить об игре, то прошла она под контролем челнинцев. Но, как говорится, не забиваешь ты, забьют тебе. На 39-й ментиматч, воспользовавшись огрехом игрока обороны гостевой команды, полузащитник «Нефтехимика» Леонид Решетников установил окончательный счет. 1-0 победа Нижнекамца в матче и в серии в целом. Если челнинцы свою предсезонную подготовку завершили, уже послезавтра сыграет первый матч чемпионата ФНЛ, то вот у нижнекамцев перед стартом нового сезона есть еще одна товарищеская встреча. В начале следующей недели «Нефтехимики» дома сыграют против футболистов «Ижевского Зенита». Последняя очная встреча осталась за дружиной Сичихина, причем победу наши футболисты одержали более чем уверенную – 3-1. 14 июля мы узнаем, как завершится очередное противостояние этих двух команд. В лагере «Олимпийц», где отдыхают и готовятся к новому сезону нижнекамские спортсмены, прошло первенство по футболу. Представители своих отрядов собрали несколько команд и сыграли друг против друга. Необычный матч прошел под закрытие состязаний. Победители футбольного первенства сыграли против отряда вожатых. Встреча завершилась час назад. Подробнее об этом поединке уже завтра на нашем телеканале. Кстати, это не все соревнования, которые пройдут в «Олимпийце» на этой неделе. Уже завтра состоятся соревнования по легкой атлетике. Памяти тренера Файка Исхакова, который по традиции проводит в день его рождения. В забегах на 100, 300, 600 и 1000 метров примут участие все спортсмены, находящиеся сейчас в лагере. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях. Начало в 10 часов утра. Ну а вечером, вот уже 18-й год подряд, на 4-х километровый пробег по тропинкам корабельной рощи выйдут друзья, коллеги, родные и близкие Файка Исхакова. В эту субботу на Солнечной Поляне пройдет четвертый этап Кубка Привожского федерального округа по пейнтболу. Организаторами выступает Федерация пейнтбола Республики Татарстан, Нижнекамское управление педалом молодежи и спорту и Центр до призывной подготовки «Патриот». Состязания начнутся с 8 часов утра. Финальные поединки продлятся с 7 до 9 вечера. После них состоится награждение. Сейчас на соревнования заявились команды из Нижнекамска, Уфы, Саратова, Самары, Оренбурга, Сызрани и Пензы. Об этом сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района. На этом у меня все. Дали в эфире прогноз погоды, а затем смотрите новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Погода в Нижнекамске на 10 июля. Ночью плюс 15 градусов. Дождь. Утром плюс 22 градуса. Дождь. Гроза. Днем плюс 29 градусов. Ясно. Вечером ясно. Плюс 23 градуса. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 840 миллиметров. Атмосферное давление 742 миллиметров. Атмосферное давление 843. Если вы не узнаете энергия 840 миллиметров, то появляется AIC-740 миллиметров. РекGo på www.fm или нету аутро. Вон пар fundamental аэкономика. Впереди. Субтитры подогнал «Симон»